Друзья мои, привет! Привет, мои дорогие друзья! Не хочу считать вас животными! Вы знаете, не хочу считать, что вы просто... Что ваше место в Хлеву, к примеру, там, где-нибудь в углу зоопарка, скажем так. Но я каждый день узнаю что-то новое. Вот реально, я каждый день узнаю что-то новое по поводу призыва и по поводу того, как эта власть облизываемая многими украинцами, у которых еще не спавна розуму, как она относится к ним, к украинцам. Смотрите, опять про ту же тему. Оказывается, готовится закон. Ребята, тышком-нышком готовится закон. И в январе, скорее всего, хлоп, некуда бежать. Конечно же, им нечем, некем пополнять ряды. Реально превратилась уже армия местами в дом пенсионеров, да, там каких-то... И инвалидов, скажем так. Ну, мне рассказывали, я же говорил, с той стороны нам попадали в плен. И ребята, ну, как бы умственно немножко отсталые. То есть, есть и такое. С нашей стороны тоже много чего рассказывают и даже показывают. К сожалению, показать не могу. Показать видео, что делают некоторые новые. Я сначала не понял, кстати, но я спрашивал, типа, они под чем-то? Нет, не под чем-то, говорит. Вот такие приехали. Короче, что придумали? Что удумали? Как же вытащить тех, кто за границей? За границей целые залежи мяса на фронт. Скажите, пожалуйста, с того, что известно вам, в парламенте, в уряде, взагалі, поднимается вопрос того, чтобы найти механизмы, как человеков-украинцев, которые выехали за кордон, выкликать, власне, до Украины назад на воинскую службу. Вроде бы, как нам говорят, что если и поднимается такой вопрос, то где-то там, на каких-то задворках. Смотрите, они проводят работу на этот счет. Они не только по дипломатической линии проводят такую работу. То есть, они постоянно пытаются окучивать там, ну смотрите, какие-то бедные, задроченные страны, они там пытаются, возможно, как-то заинтересовать определенных чиновников. С Западной Европой все хуже обстоит, тут надо политически давить. Но, вот это народный депутат Украины, парламентарий, насколько я его помню, там, когда-то с Батьковщины, да. И оказывается, работа идет и на законодательном уровне, и такая неплохая работа. Знаете, что они выдумали? Ай, классно. Ну, конечно, мы дотичны до разработки этого закона. Мы несколько раз уже встречались в закрытом режиме с Министерством обороны, с Генеральным штабом, для того, чтобы проговорить основные акценты. В закрытом режиме, в режиме строжайшей секретности, проходят какие-то обговоривания этого закона. Что там в этом законе? Смотрите, когда начали качать тему о призыве женщин, и потом Зеленский вышел и такой, все нормально, призыва не будет. Все такие, слава богу, вы знаете, что это? Это политтехнология уровня такого очень детского. То есть, когда-то в свое время Леонид Гайдай, когда снимал прекрасный фильм, это самое, Бриллиантовая рука, вот, в конце этого всего фильма, да, взрывался ядерный взрыв. Бриллиантовая рука, ядерный взрыв на экране. И этой штукой он выбивал, как бы, другие вещи, которые в итоге цензоры не оставили бы в фильме. Там, к примеру, там, не виноватая я голая, всякие разные штучки-дрючки, да, фильм же, ну, типично антисоветчина. Тем не менее, это все осталось, они сказали убрать, вот, в любом случае, убрать этот ядерный взрыв. Это такая небольшая хитрость, они многие рассказывали, это стало прям легендой, да. Что делать? Это ядерный взрыв, на самом деле. Призыв женщин, они начинают вот это нагнетать. Призыв женщин, берут своего же дурачка какого-то, который об этом рассказывает, призыв Венеславский какой-то там. Призыв женщин, призыв женщин, а потом выходит Бубочка и говорит, никакого призыва женщин. И все должны выдохнуть. Зато призыв из Европы. А мы голосовали на комитете, когда не поддержали пропозицию, не буду говорить кого, про то, чтобы мобилизовать женщин. Что придумали эти лапочки? Он говорит, так называемый военный облик, военный учет. Ну, то есть, военный учет и так есть, но они решили по новой переучет сделать среди больных, косых, одноруких, однояйцевых там каких-то. Они решили среди них сделать переучет, потому что это же, ну, во-первых, внутри страны, потому что это тоже большие залежи, большие залежи, которые можно отправлять туда на мясо. Ну, их и не очень жалко, вы же понимаете. Народишка такой, плохенький, и можно их туда отправлять. Не детей же депутатов туда отправлять. Мы будем вводить так собий военный облик. То есть, все мужчины должны отримать, скажем, карту военный облик. Вот он постоянно говорит, скажем так, так называемый, ну, скажем так, ну, он мнется, менжуется. Потому что они намереваются ввести шнягу, которую человеческим языком, в общем-то, и не назвать. Это реально переучет. Переучет живой силы. Плохонькой, говорю, завалящей какой-то, туберкулезной, с кривыми ножками, ручками, психически нездоровой и так далее. Но их же всех можно бросать. К примеру, на штурм какой-нибудь там местности. На Бахмут, к примеру. Все на Бахмут. И берешь их, забрасываешь туда. Заодно разгружаешь. Я уверен, что там кто-то из них, в офисе президента, говорит в следующей вещи, что это же снимает тягар с бюджета. Потому что всем этим инвалидам им же еще выплачивать надо. Они проводят окончательное решение инвалидского вопроса. Это раз. Понимаете, да? Они там все раз и умерли. Выплачивать им все равно никто ничего не будет. Потому что у них в крови будут находить наркотики, алкоголь, все что угодно. Все продумано. И при этом они замахиваются еще и на Европу. И мать пройти, скажем так, переиндификацию в ТЦК. Индификация из уст вот этого вот парламентария, но это, скорее всего, связано с индейцами. Имеется в виду идентификация. Это означает, что если человек за кордоном, например, она должна пройти эту идентификацию, а если она не пройти, то это означает, что будут наследки. Во! Будут последствия идентификации, если не пройдет человек идентификацию, то будут последствия для него. Какие же последствия? Ребята, ну вы просто... Как для животных. Как для животных. Загнать в стойло и лишить, к примеру, возможности получения консульских услуг. Не будут тебе продлевать больше паспорт. Животное. Одним из наследков, например, может быть, а... Ей не будут надаваться консульские послуги. Тобто, если просроченный паспорт, никто новой не надает. Стоп, стоп, подождите. Документы не имеют к этому отношения. Ведь документы, в любом случае, человеку должны продлевать. Потому что так по Конституции. Потому что, даже если человек находится под следствием, еще что-то, документ не имеет к этому отношения. Почему? Потому что есть специальная хартия относительно документов. Украина присоединилась к ней. Но на деле, если, к примеру, против Шария уголовное дело, ну и не будем же мы продлевать Шарию паспорт. Мне этот вонючий паспорт засранный и нафиг не нужен. Но другим кому-то же нужен. Понимаете? И они хотят его продлевать, к примеру, вот этот вот кусок пластикового дерьма, который к тебе прилепляется на всю жизнь и потом тебе только проблемы приносит. Вот. Этот кусок дерьма кому-то надо продлить. И они отказываются продлевать. Говорят, мы не продлим тебе этот кусок дерьма. Вот этот вот. Не будем тебе его продлевать. Человек в шоке. Он говорит, а как это? Да я же без документа буду. Они говорят, нам все равно. И таким образом, они плодят количество людей, будут определенные там тысячи или десятки тысяч, может сотни тысяч за границей без документов вовсе. Без документов за границей ты не можешь жить. А они говорят, нет, уже маловато. Давай мы тебе еще сжахнем и не дадим возможности доверенности, к примеру, выписывать на продажу имущества в Украине или на детей, на провоз детей. Далее. Она не сможет робить консульские послуги и в виде там доверенности и так далее, потому что много делают доверенности суды на Украину, чтобы там або продать майно, або... А тебе этого мало? Ах, ты тупое животное, ты ж гражданин этого великого государства, которое всегда думало, как бы тебя нахлобучить получше. А давай-ка мы еще лишим тебя возможности пользоваться банковскими картами. А как же я буду платить за детей, за еще... Да плевать на всех, на твоих детей. Ты мясо. Ты мясо. Тебя надо взять и отправить туда, на мясо, на мясокомбинат. Вот и все. Погибни, мужчина, и хватит прятаться. Поэтому никаких больше банковских карт. Наступное. Банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, але в цей идентификации мает быть ця посвятка безпосередня ну, ця вискового облику. Это означает, что может отключиться навіть и банковские картки. Все. Брансбойт соси, губой тряси, как говорится. Теперь у тебя не будет доступа даже к банковским картам. Конечно же, таким образом заморозятся твои средства, которые у тебя находятся в украинских банках. Ну, во-первых, не будь дураком и в черную дыру никогда не вкладывай деньги. Лучше уж держи под матрасом точно. Но тебя же опутали. Тебе там Дию, да, предложили от дружка Зеленского, Федорова. И ты в это все нырнул. Ну, потому что тебя поставили в такие условия. Ты нырнул в это все. В Дию, во все эти банковские, там, Гороховские, монобанки, там все. Раз, и тебя всего этого лишили. Все. Ты бесправное животное. Тебя загоняют в стойло. Подожди, у тебя там лапка какая-то хромая, еще что-то. Не-не-не. Надо заново, как он говорит, идентифицировать. Потому что они будут заново проверять даже тех, у кого инвалидность. Тот, кто выехал по инвалидности за границу, но сейчас не-не-не-не. Мы закон обновили. Поэтому иди сюда. Тобто фактично, если ты выехал с третьей группы або с другой, то за новым законом все равно ты проходишь военный облик, но уже ты будешь той человек, которая может быть Давайте мы все-таки уточнимо, что с приводу тех, кто за кордоном. Вот. Инвалидов тоже будут перепроверять. А вдруг у тебя рука выросла? Или там, ну вот мы сегодня вообще ввели. Вот у тебя одна рука, ну ты можешь ею управлять. Флаг можешь нести. Можешь быть флагоносцем. Они загоняют людей, как животных, просто в стойло. Это стоило не разбредаться оттуда. Они им ну они их лишают документов. Это знаете, мне напоминает вот там как с крестьянами обходились до каких-то там годов, да? Вообще документа не было. Трудоднями платить. Они их загоняют. Но самое тупое и самое ужасающее для меня ну и самое может быть и смешное при этом тоже. Извините. Как есть. Когда загнанные в стойло продолжают кричать из стойла слава нашему зоопарку. Когда продолжают зализывать директора зоопарка и кричат вот если бы не директор нашего зоопарка то совсем бы совсем бы это самое. Они вас достанут и там. И сейчас это же государство создано для того чтобы вас доставать. Поэтому оно будет работать над тем чтобы вас достать. Вы же мясо и животное. Забыли что ли? Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...